Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать о юбилейной коробочке от Glymebox. Если вам интересно узнать, что внутри, оставайтесь со мной. Итак, я буду доставать каждый продукт в привычном нам формате и рассказывать вам о нем. Коробочка получилась довольно-таки немаленькая. Здесь много всего. И сейчас мы с вами познакомимся. Для нас, скажем так, украинских пользователей, совершенно неискушенных, как российских, этот выпуск просто мне показался бомбой, поскольку нашим сервисам еще до их уровня немножко стоит подрасти. Здесь много брендов, которые мы не встречали еще ни в одной украинской коробочке. Что ж, начнем? Итак, первая в коробочке, миниатюра в размере 30 мл, это лосьон для тела. Лосьон для тела от фирмы Marc Jacobs под названием Daisy Dream. Запах у этого лосьона очень легкий, приятный, цветочный. У Marc Jacobs сейчас такая интересная вот линейка этих всех цветочных ароматов, этих потрясающих баночек с цветочками. Они все в чем-то мне лично для меня, они кажутся похожими. У них легкий, сладенький, приятный аромат. Я его потестила совсем немножко, поэтому могу сказать, что в нем примечательного. Запах на теле остается довольно-таки продолжительное время, но не настолько долго, чтобы успеть надо есть. Буквально часа два, и он чувствуется на теле, и совсем потом проходит на нет. Но насколько хорошее увлажнение он даст, мы проверим со временем. Дальше в коробочке два продукта от фирмы Schwarzkow в линии Банакур. Очень интересный продукт. Это новинка, разработанная для восстановления волос. Такой наборчик из шампуня и масла для волос. Это восстанавливающая серия, которая должна питать волосы, укреплять их, а также делать их послушнее и более блестящими. Их я, конечно, еще попробовать не успела, но что я заметила? У этих продуктов просто восхитительный запах. Просто он такой сладенький. Это вот для меня, как для любителя сладких ароматов, это просто находка. Они очень сладкие, очень приятные. Масло очень не похоже на те масла, с которыми я встречалась раньше, поскольку оно прозрачное. До этого все масла были желтые, но оно просто восхитительно пахнет. Далее в коробочке два продукта от бренда Уриаж серии из Алис. Эта серия предназначена для борьбы с первыми признаками старения кожи. Здесь представлена миниатюра эмульсии для нормальной жирной кожи увлажняющей, а также миниатюра крема под глаза, который тоже призван бороться с первыми признаками старения. Эта серия предназначена для 25+. То есть она мне в самый раз. Поэтому я буду пробовать. Я, как и любая девушка, нахожусь в постоянном поиске чего-то лучшего, чего-то лучшего, лучшего, лучшего. Поэтому я еще не нашла, к сожалению, свой идеальный эликсир молодых ход. Поэтому я ознакомлюсь с вот этими продуктами. Возможно, они станут моими любимчиками. Следующий в коробочке корректор для выравнивания тона кожи от Клиник. Или в простонародье просто ситикрем. Мне безумно было интересно знакомиться с ситикремом данного бренда. Поскольку в данный момент мой ситикрем от фирмы Lumine, которая была просто-таки безумно расхвалена на всем YouTube. Но я от него не в восторге. Поэтому я в поиске чего-то лучшего. С этим кремом я с удовольствием ознакомлюсь. Единственное, что это знакомство придется отложить, наверное, до лета. Поскольку сейчас этот тон для меня, он слишком темный. И даже несмотря на то, что ситикрем должен подстраиваться под оттенок кожи, все равно видна разница. Просто отложу до лета. И тогда уже познакомимся. Следующим в коробочке это бальзам от фирмы Benefit Pore Fashion. Бальзам предназначен для того, чтобы выравнивать кожу, мотировать ее, а также скрывать поры. Поскольку у меня кожа нормальная, даже склонная к сухости, этот продукт мне не так необходим. Мотировать мне нечего, сужать мне тоже особо нечего. Поэтому... Далее в коробочке миниатюра туалетной водички от Fendi. Lucky Rosa. Здесь 4 мл. Это не пробник. Нет-нет. Я все правильно сказала. Это действительно миниатюра. Водичка очень интересная. Слушала от подруги, что это сладкий аромат, я ждала эту водичку с нетерпением. Но, к сожалению, это не совсем тот сладкий аромат, от которого я без ума. Я совершенно не умею описывать ароматы, поэтому единственное, как они у меня делятся, это на приятное либо неприятное. Этот аромат приятный. Но не настолько, чтобы я купила полноразмерную версию. Следующий продукт это миниатюра от AVEN. Это эмульсия, которая предотвращает жирный блеск. Лично для меня эта миниатюра Mima, и я даже не смогу сказать, есть ли от нее эффект, поскольку кожа у меня не жирная. Следующий продукт в коробочке это двухфазное средство для удаления макияжа. Я с данным продуктом еще не сталкивалась, поэтому непременно его попробую. Поскольку моя любимая биодерма не всегда справляется с действительно стойкими тушами либо же водостойким макияжем. Поэтому, несмотря на то, какой любитель вы всяких мицеллярных вод, двухфазная жидкость в косметичке должна быть. Иначе даже с самой лучшей мицеллярной водой у вас есть шанс остаться пандой. Следующий продукт в коробочке это миниатюра туши от Clorans. Это удлиняющая, придающая объем и изгиб туши, как обещает нам производитель. Мое мнение о данной туши. Я ее сразу же затестила, поскольку коробку получила с самого утра. В первый слой тушь легла хорошо. Во второй слой тушь легла хорошо. В третий слой тушь легла хорошо. Не отлично, но хорошо. Мне, в принципе, понравился эффект от данной туши. Она придала объем. Она удлинила ресницы. Она их разделила. Она их не склеила. В принципе, тушь действительно достойна внимания. Я, возможно, даже присмотрюсь к полноразмерной. Кисточка у нее классическая щеточка. Ершик, без никаких либо выдумок. Очень удобная. Работает. Ура! И заключающим продуктом в данной ювелирной коробочке жидкая помада от Sephora. Цвет данной помады весьма и весьма неплох. Но что лично меня здесь смущает, это коричневый какой-то подтон. Она легко распределяется на губах, легко ложится, не вызывает никаких трудностей с нанесением. Весьма приятная. Но единственный ее минус, это, конечно, ее цвет. Здесь всем не угодить. Кому-то этот цвет придется по вкусу, кому-то нет. Цвет это десятый, под названием Red Essence. Из бонусов в коробочке был пробник тонального крема от Clorans в оттенке 107. На этом все. Такой был юбилейный выпуск от Glambox. Расскажите, возможно, вы уже чем-то пользовались из данных продуктов и каково ваше о них мнение? Возможно, вы сможете мне посоветовать какой-нибудь сиси-крем, возможно, действительно, вы знаете какие-то стоящие вещи, на которые стоит обратить внимание. Была бы вам безумно благодарна. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Муж. Косметики много не бывает. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok